здравствуйте уважаемые друзья сегодня мы с вами свяжем самого простейшего бокоплава который в наше зимнее время очень актуален для рыбалки вообще-то он актуален все время не такой как у моего друга александра павлова что можно с пивом кушать этого мормыша но так чтобы можно было ловить рыбу и сразу мы ответим разберемся с теми вопросами которого очень часто мне задаете изготавливать мы будем со смещенным центром тяжести крючок граб шримп практически может быть любой фирмы как вот допустим есть вот такая еще хорошая фирма я взял номер 12 для того чтобы вот наш подъем не был сильно задействован и было более результативная поклевка но мы сделаем его хорошей хорошей такой не зацепляйкой со смещенным центром тяжести как вы уже у меня неоднократно спрашивали сейчас мы с вами это все рассмотрим буквально немножечко закрепили нашу нить не подберете себя сами так как вам будет удобно для вязания и теперь я беру свинец который как вы сможете заметить по толщине моей проволоки на крючке слегка вот таким хорошим инструментом я расплющил немножечко край для того чтобы можно было мне его закрепить и до колечко как говорится с вами оставляем обязательно место подхватили подберем ту величину которая нам необходима для изготовления загиба изгиба самого самой нашей личиночки то есть до крючка где мы будем формировать само тело оставляем где-то порядка полтора а то и даже три миллиметра сильно передавили и я чтобы не нарушать отломал наш свинец берем промазываем опять хорошо клеем и подхватываем уже окончательно наш свинец следим за тем чтобы он был четко 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 у нас сверху слегка помогаем вот так пальцами сперва я обычно вот так большими виточками беру а потом уже чтобы проволоку нашу свинцовую мы могли хорошо наживить поддавили этот край подровняли если у нас свинец слегка куда ушел вот и как вы видите у нас наш изгиб вышел сверху то есть свинец у нас уже будет больше с наружной дуги чем с внутренней и теперь нам остается только лишь еще вот так более широко промотать промотать подкрепить поставим теперь крючок несколько удобное для нас положение перевернем так как мы уже больше будем работать в таком положении опять я промажу клеем клей я показывал уже неоднократно покажу еще раз он может быть как гелевый так и в жидком состоянии который называется секундный и теперь вот смотрите я выбираю для себя приблизительно вот то место где я начну уже формировать вот этот горбик у нашего мормыша бакоплава промотаем на ваше усмотрение как вы захотите ту форму вы для себя можете и придать вот я считаю для меня вот так будет достаточно аккуратненько отрежем убираем все наши излишки заправим хорошо свинцовую проволоку и я оставляю вот в таком положении понятное дело что он будет у нас переворачиваться и все время находиться вот так жало уже у нас более безопасен от коряжек и любой растительности которая имеется у нас на дне добавим еще немножечко клея обычно я если изготавливая его цветным ну понятное дело что зимой больше работает серые черные цвета которые более контрастные летом уже можно использовать практически любой цвет слегка подхватил чтоб не мешало не обматываю не выравниваю тело начинаю крепить те материалы которые мне необходимы для моей работы но нам необходимо изготовить как усики так и хвостовые придатки я обычно всегда использую вот остаются остатки перьев это вот куриное перо оно достаточно мягкое и в то же время обладает хорошей крепостью перо поэтому отщипнем небольшой пучочек перьев какой это вы уже для себя подберете сами по величине своего крючка обычно я оставляю ну подровняем еще немножечко если вдруг какие перышки у нас там отошли в сторону используем тот природный изгиб который у нас имеется на пере и желательно так чтобы выходила за загиб у нас буквально 7-6 миллиметров подбираем величину пера так чтобы мы угадали вот вам будет видно если мы совместим эту точку как раз у нас до загиба будет это этот хвостик хорошо крепиться и буквально до самого сниму сейчас чтобы было видно вот в таком положении до самого загиба мы с вами сформировали хвостик это очень важно потому что рыба зачастую у нас следит за всеми зимой элементами которые есть у мушки оставили можно сразу закрепить и передние усы ну так как учитывая то что нам не удобно будет немножко работать я этого не делаю вот так достаточно теперь я неоднократно вам показывал всевозможные наборы из пленок для тела фирмы HENS вот они бывают такого типа красные какие угодно можно использовать и полиэтилен который я вам показывал и неоднократно я использую отвечаю сразу друзья мои это полиэтилен несколько другого типа чем тот который вы можете найти в упаковке было я уже писал это из импортного материала и достаточно хорошо он тянется и несколько толще чем наш обыкновенный полиэтилен я отрезал сделал небольшой вот такой надрез на моей пленке уголочком для того чтобы можно было крепить Алексей меня спрашивает какой ширины брать допустим пленку когда изготавливается бокоплавы вот смотрите вы видите что приблизительно у вас пленка несколько шире чем допустим тот диаметр который мы намотали свинца поэтому я не высчитываю в миллиметрах а обычно визуально определяю что если я буду делать чехлик для моего для моей нимфы то мне достаточно чуть чтобы она занимала половину или сверху в зависимости от того как я для себя планирую изготовить этот чехлик подводим нить к месту крепления хвостика подхватываем наш вот так вырез который имеется и аккуратно следим за тем чтобы не наехать на наш хвостик крепим сзади оставляем работать будем в основном используя ну максимально возможную часть вот этого загиба поэтому размер я повторюсь мы взяли крючка несколько больше для того чтобы подъем для рыбы у нас сильно не пострадал ну и как обычно я беру леску 0,12 0,14 здесь желательно чтобы вы сильно не переусердствовали потому что взять более толстую леску будет несколько неуклюже смотреться тело взять тонкую может продавить сильно прорезать и будет некрасиво смотреться наше тело самый важный вот такой момент который я вам рассказывал но сейчас покажу леску как вы видите я не довожу до конца до загиба если вы по каким-либо причинам ну вот бывает мы с вами вот взяли и промотали аж до самого загиба это не страшно в последующем изготовлении мушки мы будем с вами исправлять все вот эти неудобства которые мешают нам изготовить более симпатичную нимфу также как вы видите я закрепил люрекс люрекс я беру плоский потому что у нас в основном нет таких элементов более-менее блестящих и этот плоский голографический люрекс значительно придаст привлекательность больше нашей нашему бокоплаву все вот мы берем теперь переставим в несколько удобное для нас положение следим за тем чтобы мы не захватили в тисках наш материал закрепили убрали весь материал чтобы нам не мешал я неоднократно рассказывал показывал вам какие материалы можно использовать для тела но в данный момент у меня вышла такая ситуация что немножко вот как вы видите я у своей жены которая вяжет повзаимствовал прядь вот такой хорошей шерсти это настоящая шерсть альпака достаточно хороша и уже практически как вы видите у нас наше тело с неоднородными такими вкраплениями и серого и черного уже готово для работы остается только лишь взять ту необходимую прядь которая нам нужна теперь я показывал вам что можно использовать как церковную свечку которая имеется ну будем говорить должна находиться в каждом доме вот остатки я беру достаточно мягкая и хорошо работает для вощения нитки имеется также я показывал можно приобрести на рынке это уже настоящая вощина с пчелиного воска настоящая имеет они бывают разные по вязкости поэтому я подбираю самую такую что вот в руках будем говорить так работает как пластилин и вы спрашивали почему я не всегда вощу в зависимости от того какая у меня работа я и не пользуюсь этим но вы задавали вопрос как правильно обычно я беру держу нить в натяжку для того чтобы наша нить не лохматилась и не порвалась я беру вот с того места где мне необходимо и начинаю вот такими движениями не вперед назад а вот с одного места и на себя нить все время я держу в натяжку как вы видите у меня за счет вот движения трения собралось уже необходимое количество воска на моей нитке и я могу теперь спокойно не промазывая клеем но опять же повторю для вас берем вот отщепили ту прядь которая нам необходима для работы здесь хорошее очень хорошее вот такое вот штапельное волокно не более десяти двенадцати сантиметров для того чтобы вам было удобно работать взяли берем до первого касания нашей нитки слегка подхватили чтобы не сползло но учитывая то что мы нашу нитку это прошли воском она у нас хорошо держится как вы видите и теперь подведем к телу необходимое количество нашего уже даббинга будем его называть так и выполним пару троечку оборотов для того чтобы закрепить весь материал подхватили а теперь как всегда остается только лишь вот нам с вами скрутить и создать тот диаметр который нам необходим для обмотки больше меньше чем больше вы будете крутить тем тоньше она будет и начинаем формировать слегка допу по конусности вот так соблюдаем пропорции чтобы у нас не было мушка немного дискомфортно выглядело так есть теперь доходим до окончания свинца как вы видите мне достаточно моего количества вот даббинга который у меня есть мы еще немножечко с вами добавим и переводим нить формируем такую площадочку чтобы у нас не сползал материал и оставляем обязательно у колечка как вы видите у меня остается два буквально полтора два миллиметра для крепления всех-всех-всех-всех материалов теперь что нам нужно чтобы у нас более комфортно было работать мы опять берем наше петушиное перо куриное подравниваем бородочки и опять выбираем необходимое количество бородок которое нам нужно подобрали подравняли их и вот таким вот движением взяли отщепили опять же используем природный вот тот изгиб пера который есть если не угадали можно его потом спокойненько придать ноготочками и теперь чтобы у нас не было в дальнейшем нагромождение материалов у колечка я делаю вот такую вот площадочку и от этой уже площадки я формирую для себя место для изготовления всех моих других элементов подравняли выбрали необходимую длину ну понятное дело соизмеримое с нашим хвостиком и притяжной петлей я вот так немножечко подхватил если мы немножко не угадали как вы видите мы можем подтянуть необходимое количество то которое нам нужно и теперь по всей длине подхватим наше перышко остатки удаляем нам здесь скученности материала не нужно так как мы больше уже с вами не будем возвращаться к тому моменту где формировать головку нам необходимо с вами поставить крючок в удобное положение слегка приподнять и я опять немножко навощу нить чтобы она у меня у колечка не ползла колечку приподнимаем мои усики выполню пару-тройку оборотов больше не нужно обратно возвращаем наши усы следим за тем чтобы не попадал материал и дальше начинаем формировать тело нашей нимфы что нам нужно возвращаемся мы с вами приблизительно к середине площадочки там которую мы подготовили для крепления всего материала чтобы было удобно работать и моя нить никуда не убежала я выполню пару-тройку оборотов узловязан можно выполнить накидной петлей как вам будет удобно обязательно оставить нить в этом положении все и теперь поставим тиски так чтобы удобно было нам выполнить обмотку люрексом но перед тем как мы будем выполнять обмотку люрексом как я уже говорил мы с вами отводим нашу леску немножечко вперед и обязательно вот мы берем теперь наш люрекс и промотаем так чтобы леска у нас которой будем сегментировать тело была как бы отодвинута от загиба все это нам поможет выполнить более качественно первые первую тройку оборотов выберем для себя тот шаг с которым мы будем обматывать здесь уже не принципиально почему потому что по этим виткам мы с вами потом будем проходить леской сегментируя наше тело и доходим буквально там где мы с вами оставили нашу нить выполняли один полный оборот и закрепим уже люрекс замочком пока ни клея ничего мы не добавляем потому что в процессе мы подхватываем хорошо наши материалы опять чтобы было удобно я опять беру делаю парочку тройку оборотов узловязом теперь я уже знаю моя нить никуда не убежит теперь смотрите мы можем теперь спокойненько с вами примерить вот тот чехлик который мы с вами подготовили посмотреть как у нас усы расположены у нас все материалы достаточно хорошо закреплены и остается только лишь проявить небольшую аккуратность я повернул к себе чтобы мне было удобно видеть как лежит пленка и подхватываю пару тройку раз ниткой теперь смотрите вот находится у нас ровненько и хорошо учитывая то что у нас будет спинка коричневого цвета а не серая мы с вами я пока не отрезаю потому что потом мы будем с вами это все крепить замочком мы с вами возьмем теперь коричневый маркер если у вас имеется другого цвета красного или же вот как я иногда использую вот такого оно в принципе это непонятного цвета но больше больше вот как коричнево-вишневый такой можно и не подкрашивать так как наша пленка уже имеет достаточный оттенок и теперь я возьму слегка я подкрашиваю по всей длине вот так теперь как Алексей меня спрашивал вот видно моя пленочка занимает почти третью часть верхнего сегмента что меня вполне устраивает прокрасили и теперь возьмем леской нашей и просегментируем наше тело как вы видите мы с вами продавили хорошо тело теперь остается только лишь нам нашу пленочку почему я вам говорил мы ее не отрезаем так как это мы будем с вами формировать головку слегка место к там где мы закрепили леску я проматываю выбираем тот момент где нам вполне достаточно переламываем нашу пленку она у нас в таком вот как вы видите замочки получается но не доходим до места крепления нашего чехлика не за один раз отрезаем отрезали все как вы видите у нас есть сформированная головка чехлик хвостики усы все что нам необходимо остается только сформировать головку как я обычно делаю можно добавить клей но чтобы было удобно я обычно всегда слегка вот плоской нитью подровняю все вот то тело чтобы у меня она была гладенькая как вы видите голова уже у нас прорисовывается но до конца не довожу и теперь я ее в этом месте делаю парочку тройку оборотов и нить удаляем что нам осталось теперь сделать пока у нас не за один раз я уже рассказывал у нас выйдет хорошая красивая блестящая головка поэтому мы с вами сейчас нанесем капельку лака клея опять же вы задавали неоднократно на вопрос это лак клей почему лак клей потому что он жидкий глубокого проникновения по своей структуре и является в то же время хорошей хорошим лаком который дает блестящую головку поэтому я первый наношу вот буквально сколько мы не сильно для того чтобы оно у нас через витки прошло и хорошо пропиталось пока у нас будет подсыхать лак мы с вами должны начесать те лапки которые имеются у бокоплава как я неоднократно вам рассказывал можно эту операцию перевернуть взять даббинговую иглу и вот такими вот движениями нащипать то количество которое нам необходимо но неоднократно вам показывал вот такой интересный инструмент который с зубчиками позволяет нам с вами как вы видите нащипать необходимое количество меха давайте изготовим и потом продолжим вот мы с вами как вы видите подщипали немножечко ему лапки длиннее я уже не стал делать этого уже на свое усмотрение и дешево быстро вышла у нас вот такая вот хорошая нимфочка сейчас мы ее вытащим из тисков как вы видите нормальный хороший у нас вышел бокоплав благодарю вас за внимание до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч его судеб не